The first movie you ever saw in the theater. I don't remember. Как работать с аудио. Я сейчас расскажу вам приключения британцев в России. Вы делаете два первых шага. И не жутный чат, я узнаю. Alright, you lot. Do you remember how you felt the first time you heard a native speaker speak English? Completely baffled, right? I can totally relate to that. Я вообще считаю, что listening это один из самых сложных навыков в изучении любого языка. Даже сложнее, чем speaking. Потому что в говорении все зависит от вас. От вашего словарного запаса, знания хотя бы базовой грамматики. А вот в listening вы не можете повлиять на многое. Ваш собеседник говорит 100 слов в минуту с болтонским акцентом. Или половину букв в алфавите вообще не проговаривает. Можете, конечно, перед тем, как вы начинаете разговор, требовать справку от логопеда. Ну, или смириться. И работать над своим аудированием. А я расскажу, как. И это не просто какие-то советы из интернета, а конкретная схема, как работать с аудио, которую я проверил на себе, когда учил русский. С вами Сержора и онлайн-школа английского языка Skyeng. We're about to start. Mind the gap. Заниматься аудированием самостоятельно – это тоже хорошо. Ну, бывает, что лень себя заставит. Вы не знаете, с какого материала лучше начать. А что делать, если вообще ничего не понятно? Куда бежать? Поэтому круто, если у вас есть такой человек, который может направить вас в правильное русло. Помочь с особенно сложными моментами. Например, ваш преподаватель английского. И преподаватели, и интересные материалы в Skyeng есть. А еще есть целое мобильное приложение для отработки ваших listening skills. И много уроков для самостоятельной тренировки. В общем, на уроках в Skyeng вы не просто будете выполнять разные задания и читать тексты. Нет, вы будете говорить. Прямо говорить. Так что, в принципе, вот здесь у вас два в одном. Понимание речи на слух и возможность самому поговорить. Поэтому приходите на пробные занятия в Skyeng и сами все попробуйте. И, конечно, не забывайте про мой промокод Queen, который даст вам плюс два бесплатных урока при первой оплате. Порадуйте нас с ее величеством. Воспользуйтесь. Во-первых, слышали, что чем сложнее материал для вашего уровня, тем лучше? То есть прогресс быстрее? Нет. Это все ерунда. Наш мозг работает совсем по-другому. Вы ничего не понимаете? Вы расстраиваетесь. Вы злитесь. Вы выбрасываете нот в окно. И, в общем, вы решаете, что вам отлично живется без английского. Чтобы от аудирования был ток, вам должны быть понятны минимум 60%, а лучше всего 80% текста, если вы будете его читать. Да, часто бывает, что хочется посмотреть Grey's Anatomy, а знаний у вас хватает только на свинку Пеппу. Ну, что поделать. В крайнем случае у свинки Пеппы тоже есть серия в больнице. Вау! Что смешно? Хватит тьмяться! И, если честно, для повседневного общения, я бы даже сказал, что свинка Пеппа полезнее. Вот вы запомните, как сказать, что что-то сломано. I broke my arm. I broke my leg. И вам нужен гипс. Я даже сам, наверное, не знаю, что такое ERCP и где у меня находится biliary tree. Не знаю, это то дерево, которое должен посадить каждый мужчина или нет? Во-вторых, старайтесь слушать больше естественной речи носителей языка, а не просто записи к учебникам. Если вы тренировали аудио только по записям диалогов в аэропорту или в магазине, то встреча с настоящим носителем, да и тоже с неносителем, может вас удивить. Surprise! С материалами разобрались. Можно начинать слушать. И вот как это работает. Шаг номер один. Слушайте аудио или видео целиком, если оно не очень большое или какой-то один фрагмент. Не пытайтесь понять все. На данном этапе вам только нужен the gest, то есть суть, основной смысл. А если у вас не получилось уловить даже основной смысл, то ничего страшного. Просто слушайте еще раз. Уменьшив, например, скорость. И, конечно, для этого упражнения очень-очень удобно пользоваться ютубом. Шаг номер два. Шаг номер два. Прослушивайте еще раз, но на этот раз делайте записи. Чтобы вам было понятнее, я расскажу на примере. Вот вы решили после видео Дени про Джокера. Вы помните такое, кстати? Ну вот, посмотрев его видос, вы решили посмотреть интервью Хуакина Феникса у Джимми Киммела. Первый шаг сделали. Уловили, в общем, суть разговора. Теперь записывайте вопросы Джимми Киммела и главный умысл ответов Хуакина. Не обязательно дословно, как в видео. Главное – мысль передать. Если несколько раз вы услышали какое-то незнакомое слово, то попробуйте его записать. Прямо как слышите. Показалось интересным какое-то предложение или фраза. И тоже запишите их, как слышите. Например, из фрагмента, который мы слышали, можно добавить себе такую фразу. Вы пытаетесь что-то вспомнить, и оно прям крутится на языке, и все никак. Третий шаг. Теперь вы готовы прочитать текст аудио. Лекции TED Talks всегда идут с текстом. У подкастов, как правило, тоже есть текст. И у многих видосов на ютубе субтитры есть. Читайте про себя параллельно с аудио, обращая особое внимание на такие моменты, которые вы не поняли при первых двух прослушиваниях. Обязательно проанализируйте, почему так произошло. Может, не знакомы вам слова. Но работайте так хотя бы с двумя-тремя небольшими фрагментами в неделю. И поверьте мне, вы реально увидите прогресс. Шаг номер четыре. Прослушайте видео еще раз, одновременно читая текст видео вслух. Такое упражнение помогает лучшее произношение, интонации и так далее. Потому что вы будете пытаться подстроиться по манеру разговора спикера. Шаг номер пять. Вернитесь к видео через пару дней, когда детали уже немного позабудутся. Увеличьте скорость воспроизведения и проверьте, насколько вы сможете понять, если, допустим, буду говорить быстрее. Главное, guys, be patient. Ну что, готовы потренироваться по нашему плану? Я сейчас расскажу вам приключения британца в России. Задам два вопроса. Вы делаете два первых шага. Обвечайте на вопросы в комментариях. И только потом, после того, как ответите, качайте себе PDF с текстом. Он в описании. И не журнучет. Я узнаю. So, ready, steady, go. How I lost the fight for a bowl of borscht. I was once on a school trip to Moscow and we had gone to visit a nearby town called Zagorsk. My class and I were sitting at this huge rectangular table waiting for our first course. The soup called borscht. To be honest, it didn't sound like something edible at all. I was still dreaming about my fish and chips and beloved cucumber sandwiches. I was definitely going to starve in Russia for sure. When it had been served, imagine my surprise. Not only was it edible, but it was absolutely delicious. Pieces of meat in this rich beetroot stock. What more could I want? But I made one fatal mistake. I stopped to speak to the person sitting next to me. There were waiters walking past me very quickly, but I didn't pay attention to this. I turned to finish my soup maybe 30 seconds later, but it wasn't there. The waiter had already taken it like a ninja. He walked away into the distance with my soup. And at this time, I could barely speak Russian. So all I could do was to sit there helpless as I watched my soup disappear forever. And that is my first experience of trying a meal in Russia. Question number one. What was my very first impression of borscht? A. I thought it was better than fish and chips. B. I wasn't sure if you could actually eat it. Or C. I was sure it was delicious just from the sound of the word. Question number two. Why do I compare the waiter to a ninja? A. He took away the soup before I could finish it. B. He was serving the tables very quickly. Or C. I didn't see him at all in the room. Помните, сначала отвечайте на вопросы, а только потом читайте текст. И напишите в комментариях, насколько сложным или наоборот простым был для вас этот текст. Ну а с вами был Сэр Жора и онлайн школа английского языка Skyeng. Си-я не бит.